Всем привет! В этом видео мы поговорим о проблеме, которая волнует многих, как вернуть объем лицу. В прошлом видео об ошибках в естественном омоложении мы говорили о том, что излишнее усердие массажными техниками и глубокотканными приемами на постоянной основе может истончить мягкие ткани лица. Чтобы этого не произошло, нам необходима грамотная система, которой мы должны следовать с правильной периодичностью. Но кроме избыточного усердия в работе с лицом и жестких диет, потеря объема лица происходит при нормальном и естественном процессе старения. И этот процесс не обходит никого, но только у кого-то он начинается раньше, а у кого-то намного позже. Ускорить потерю объемов лица очень просто. Для этого нужно находиться постоянно в стрессе, не досыпать, работать в ночные смены, пить мало воды, несбалансированно питаться, употреблять много сахара, кофе, алкоголя, совершенно не заботиться о своей осанке, постоянно находиться с опущенной головой и совершенно не заботиться о сохранности своих зубов. Чтобы сохранить объем лица на долгие годы, нужно понимать, что опорой нашего лица являются челюсти, зубы и язык. Сохранение молодых пропорций зависит от осанки, статики шеи, правильного положения головы и языка. А сохранение молодости кожи и подкожно-жировой клетчатки зависит от воды, еды, образа жизни и умеренного воздействия на мягкие ткани лица. Если вы заметили, что лицо стало осунувшимся и усталым, появились провалы под глазами и дряблость под подбородком, то мои рекомендации будут вам полезны. По сути, лицо состоит из нескольких слоев. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы, связки, надкосница и лицевой скелет. Мы привыкли думать, что возрастные изменения касаются только кожи, ну и немного мышц, поэтому так популярны массажи и гимнастика для лица. Я предлагаю разобраться в этом немного глубже и параллельно выполнять приемы, которые я показываю. Девочки, которые отмечают похудение лица и переживают по этому поводу, на время прекращаем все ручные техники с лицом. Теперь наше внимание будет обращено на осанку, шею и абсолютный контроль за положением головы, положением языка и за мимикой. Мы будем использовать приемы для коррекции осанки, статики шеи и бесконтактные приемы из миогимнастики, некоторые из которых мы будем совмещать одновременно с приемами для осанки и шеи. Для тех, кто впервые у меня на канале расскажу, что миогимнастика – это комплекс приемов и упражнений для нормализации наших важных и ежедневных функций, таких как жевание, дыхание и глотание. И главную роль в осуществлении этих функций играет язык и его правильное расположение на верхнем небе. Прием для раскрытия грудного отдела и устранения западения средней трети лица. Сцепляем пальцы в замок в области декольте, затем расцепляем пальцы, соединяем лопатки вместе и тянем подбородок вверх и вперед, одновременно прижимая язык к верхнему небу. Выполняем этот прием 10 раз. В следующем упражнении мы также совмещаем три действия. Раскрываем грудной отдел, нормализуем статику шеи и устраняем возрастное западение средней трети лица. Руки укладываем на затылок, они будут служить ограничителем против излишнего запрокидывания головы назад. Разводим локти максимально в сторону и поднимаем подбородок вверх одновременно с усилием, прижимая язык к верхнему небу. Делаем 10 раз. Следующий прием для обозначения угла молодости. Кончик языка заворачиваем на верхние зубы для того, чтобы выдвинуть нижнюю челюсть. В этом положении наклоняем голову к плечу и на небольшой амплитуде поднимаем и опускаем подбородок. Во время выполнения упражнения чувствуем вытяжение грудино-ключично-сосовидной мышцы, боковых мышц шеи и мышц надплечья. Делаем 10 раз на каждую сторону. Выполняем на другую сторону. Следим за спиной, чтобы спина была ровная. Следующий прием для расслабления жевательных мышц. Спазм жевательных мышц способствует стиранию зубов, снижению высоты зубного ряда и, соответственно, снижению высоты средней и нижней трети лица. Как мы делаем этот прием? Утапливаем пальцы в жевательную мышцу, угла нижней челюсти и в этом положении мы открываем и закрываем рот 4 раза. Затем в этом же положении мы сдвигаем нижнюю челюсть влево-вправо. И после этого мы переставляем пальцы на 1 см вверх по жевательной мышце и повторяем этот прием. Делаем этот прием вместе со мной. Утопили пальцы. Затем переставляем пальцы вверх. Утапливаем пальцы. Еще раз переставляем пальцы. Следующий бесконтактный прием для расслабления жевательных мышц и височно-нижней челюстного сустава. Открываем и закрываем рот со звуком МА. Затем делаем протяжный звук МА и максимально открываем рот. Делаем 10 раз. И еще раз. А сейчас рекомендации, которые необходимо соблюдать для того, чтобы сохранить объем лица. Первое, что нам необходимо, это контролировать положение головы во время еды, по возможности во время работы, во время рукоделия и во время долгого нахождения с телефоном или планшетом. Угол между нижней челюстью и шеей должен быть 90 градусов, а взгляд должен быть на уровне горизонта. Если голова постоянно находится в опущенном состоянии, то постепенно нижняя челюсть укорачивается, уходит назад, язык открепляется от верхнего неба, перестает быть опорой для верхней челюсти и лицо со временем становится более плоским и менее объемным. Для того, чтобы научиться контролировать положение головы, вам может помочь ортопедический воротник для шеи. Ношение такого воротника полчаса в день научит вас сохранять правильное положение головы в течение дня. Следующая рекомендация для улучшения функции глотания. Это необходимо для того, чтобы язык и только язык осуществлял глотание. Если во время глотания вы подключаете лицевые мышцы, поджимая уголки губ и напрягая подбородочную мышцу и щечные мышцы и, возможно, запрокидываете голову вверх, значит преобладает инфантильный тип глотания. При таком типе глотания очень сложно добиться четкости овала лица и объема средней трети. При таком типе чаще всего уголки губ опущены, возле губ наблюдается припухлости и заломы, а нижняя треть лица, область под подбородком и нижняя челюсть укорочены. Чтобы это исключить или вернуть правильные пропорции лица, нам необходимо практиковать осознанный тип глотания. Каждый день, каждый час контролируем этот процесс. Набираем в рот небольшой глоток воды, смотрим в зеркало и осуществляем глотание с помощью языка, не подключая при этом лицевые мышцы. Покажу, как это выглядит. И таким образом мы выпиваем весь стакан. Следующая рекомендация – это равномерное жевание. В этом случае необходимо заботиться о целостности зубного ряда с обеих сторон. В первое время наблюдайте, как вы жуете, не закладываются ли с одной стороны складки и заломы. Это признак одностороннего жевания и со временем может привести к асимметрии лица и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Равномерное жевание твердой пищи улучшает кровообращение и питание надкосницы и предотвращает разрушение костной ткани. Даже если на одной стороне неполный зубной ряд, старайтесь измельченный объем пищи пережевывать и на этой стороне тоже, а сформированный пищевой комок проглатывать только с помощью языка, не подключая лицевые мышцы. Итак, первая часть под названием «Возвращаем объем лица» подошла к концу. Напишите в комментариях, что важного вы для себя подчеркнули и каким рекомендациям будете следовать. И если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, перешлите это видео своим друзьям и подругам и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую часть истории о потерянном объеме лица.